Знают, что я не фанат интервью. Вообще, я не любитель рассказывать, болтать. А почему? Вот, кстати, почему? У тебя очень подвешенный язык, у тебя это хорошо получается. Все те подсъемы, которые были, когда ты дополнял интервью Лейсан... Дополнять интервью Лейсан, вот это вот, наверное... Они разлетелись по всем ТикТокам? Я там не мог и не хотел отказать, потому что это фильм, который... Ну, это даже не интервью, это был фильм, который был посвящен Лейсан с ее поездками в деревню, с бабушками, с дедушками, со всей предысторией. Много лайфа наснимали. Чтобы я еще не появился в такой работе, ну, было бы странно. Мы с тобой долго... Шли к этому дню. Да, шли к этому дню, чтобы сесть в номерах друг напротив друга. Вот сейчас накопилось столько поводов, что уже со всех сторон уже говорят, сходи, ну, расскажи, ну, проект-то, ну, надо. Ну, и вот уже когда такая профессиональная необходимость возникает, уже я говорю, ну, ладно, я иду. Наверное, я передавал интервью в своей жизни. Потому что вот я шел к тебе и думал, что все равно я... Ну, не то, что задумываюсь о том, какое оно будет интервью, но все равно это какое-то событие в жизни. Это все расценивается как вот приди да изложи правду всей своей жизни. Покажи, какой ты, выверни душу наизнанку, все расскажи. Когда начинался камедия? Ты не то, что не думал о том, какое интервью ты будешь давать, кому, зачем, что за канал, кто вы, что будет спрашивать. Плевать вообще, плевать. Ты в каком-то городе просыпался в гостинице, тебе говорят, пресс-конференция. Ты говоришь, когда? Да, сейчас. У меня есть время помыться. Нет, они уже собрались все вместе. Иду. Все, и ты садишься, тебе не важно. 40 журналистов. Они все, что хочешь спрашивают. Ты даже не задумывался о том, что зачем, кому, чего. И более того, я тебе скажу, я поначалу не то, что правды не говорил. Я просто ржал со всех вопросов. Откровенно врал, веселился. Просто потешался. Мне потом эти вырезки этих интервью всегда припоминают. Говорят, вот вы, Павел, это говорили. А я просто смотрю на это и думаю, о, вот я наморозил в свое время. Какой-то это другой, не то, что жанр был, а какое-то другое отношение к этому, ко всему было. Типа, что, пресс-конференция? А, чепушня, погнали. Давайте, что у вас? Спрашивайте. У тебя сейчас много классных инфоповодов. И даже сейчас говорят о том, что Павел Воля становится главным телеведущим страны. У тебя сейчас сразу два новых шоу. Кто говорит-то? Ну, Телеграм говорит, соцсети говорят. Тот самый, знаменитый, великий Телеграм. Кто главность эту измеряет? У меня было еще больше проектов в какой-то момент. С учетом двух новых проектов, сколько их у тебя сейчас всего на телеке? Телевизионных? Да. Три, получается? Три, ну, слушай, это очень много. Все время что-то такое варится, варится, придумывается. Шоу Воли. Доволен ли ты стартом, как все произошло? Добрый вечер! Это шоу Воли. Давай, док! Тулея Высоцкая в деле. Мы немножко берем банана. Дальше томат. Томат, это бакинский, хороший. Я всегда считаю, что можно было лучше. Я не идеалист, не перфекционист. Я трезво оцениваю, что всегда чего-то не хватило. Подготовки, времени, интеллекта, сноровки. Где-то просмотрел, не досмотрел. Тут бы мог лучше сказать. Здесь бы мог добить. И все такое. Знаешь, это особенно всегда проявляется на стендапах. Когда ты вроде его уже катал, катал, катал полгода. И вот она уже съемка к року с битком народу. Все супер. Камеры все стоят. И ты отработал офигенный концерт. Ты записал его и просто счастливый, довольный. А потом проходит 4 дня. И ты с этой записанной программой едешь на гастроли просто в город. В какой-то еще другой, следующий. Потому что пока это не показали, еще можно докатать. Люди же не знают этой программы. Пока это все в монтаже. И вот ты приезжаешь в следующий город и отрабатываешь концерт, который еще лучше. И думаешь, почему его не записали? И думаешь, идиот, ты мог записать 3 дня назад. Вот то, что сейчас без камер ты сделал. А потом едешь в следующий город и еще лучше. Помимо того, что ты ведущий, ты еще, как твое еще звучит правильно, должен, креативный продюсер? Ну да, продюсер. Даже продюсер. Даже не только креативный. Собственно, вечернее шоу на телевидении. Ну, как не крути, как к телеку. Не относись, это события. Что это вот такое там? Не, ну в смысле? Ну мы опять так представляем это, типа, собственное вечернее шоу. У меня до этого всегда и было собственное шоу. И они тоже шли вечером. Что-то из этого была викторина, что-то из этого было другое. Нет, ну прям собственного, которое твоим именем названо. Ну послушай, странно бы было его называть воскресное ТНТ или еще как-то. Ну да, назвали шоу воли, потому что это, ну и прикольное словосочетание, как шоу воли, так и шоу воли. Мы крутили всякие разные слова, но так вот просто показалось там созвучно, классно, офигенно. Ну да, это мое шоу, где ко мне приходят люди. Но каким-то вот таким, типа, ну вот все, царь горы на горе. Да ну нет, это программа.